Добрый вечер. Игорь Тихонович, начинайте молиться всеми поклонны. Боже, будь милостью ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй меня. Достойно есть яковоистину блажить, и те Богородицу пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога, нашего счастнейшего Херувим и славнейшего истину Серафим. Безысление Бога, Слово, рожешую сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Цуэй, Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы измертых, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божьей, молитву ради Пречистой Твоя, Матери, и Силы Щезнага, Житворящего Христа, святых ангелов, наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови, человек и любви. Аминь. Божьей милостью будем негрешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без счастлива и согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Божьей милостью. Божьей милостью. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приелит царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И не веди нас в искушение, но избах нас отлукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава веки веку. Аминь. Встал после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси ли от сна, Ты поднял меня, Господи, умы, просвети сердце и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется, и я, и я, и не окажда, обнаружится со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Того человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разогнать заповеди Твои, исполнять волю Твою, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, крою ста моей, и воспевать Святейшее имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Владимир, читай псаммы. Восемьдесят восьмой псалом Милости Твои, Господи, будут петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навеку тяжусь семя Твое, в рот и рот устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою собрание святой. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Божий сил, кто усилен, как Ты, Господи? Истина Твоя крест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны Его, Ты укращаешь их. Ты не изложил Раава, как пораженного. Крепкой мышцей Твоей рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля. Вселенную, и что наполняет ее, Ты основал. Север-юг Ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота, основание престола Твоего. Милость и истина предходят при лицом Твоим. Блажен народ, знающий трудный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоем радуются весь день. И правду Твоей возносятся. Ибо Ты украшение силы их, и благоволение Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в бедении святому Твоему, и сказал. Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида раба моего, святым Илеем моим помазал его. Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, Ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим. Если нарушат уставы мои, и повеления моих не сохранят. Посещу жезлом беззакония их, и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгулю Давиду. Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, передо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отрину и презрел, прогнился на помазанька твоего. Пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его. Разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищает его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его, и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверх на землю. Сократил дни юности его, и покрыл его стыдом. Да коли, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истину Твоею. Вспомни, Господи, поруганье рабов Твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь от суждения, открыть мой недостойный уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Оставь от сна, я посади нашу, приношу тебе песен спаси, и припадай к стопам твоим, взывая к тебе, не дай мне ясно греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшись. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред тобою на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбший, встав после сна, я спешу к тебе, и по милосердии твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в царство твое вечное, ибо ты мой творец и источник, и податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твое милосердие, Ты дал мне работу, и в прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, творец всего сущего, достой мне присвятить Твою истину, и с посвященным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоди, на высотах небесных живущей, озирающей долы земные, наблюдающей сердца и помыслы, ясноведающей тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Ты прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он распевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный внести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми несчастную опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные лукавые хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищ, и слав. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. Особвари от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречисное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи. Игнатий, Владимир, Сергий, Андрей, Дмитрий, Янис, Надежда. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою, поси, Господи, помилуй отца моего духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши и милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей дар, им здравие, спасение души, ибо Ты благо, и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи вольные и невольные, даруем Царствие Небесное. Святыми у покоя Христи души рабов Твоих, правцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Благостенно достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженная, пренеборочная, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый, небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за который я смиренно молю Тебя, и которого предаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою, застой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истинный и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво и добродетельно жить, быть добрым христианином и полезным человеком. Дай ему здравие, душевное и телесное успех в трудах, избавь его от хитрых козней дьявола, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, помоли твоему Пречистой Матери и всех святых, приведи его к тихой пристани Твоего вечного садства, чтобы он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя, с Единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на сына моего Константина, не спошли на него духа премудрости, разума и благочестия. Просвети его светом Твоего благоразумия, чтобы он скоро уразумел и усвоил изучаемые предметы и употребил их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнат Тихонович. Непобедимая Божественная Истина, с честного же творящего Креста Господень, не оставь на перешек уповающих. Спаси Господи, помила, митрополита Илариона, епископа Итихия, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Ирия Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Анна, Ростя, Вадима, Василия, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконах Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнирия, Александра, Деодора и Пихона. И весь священнический, единоческий чин, и нам дающих священника, если угодно, тебе. Смири власти воинств твоих, энергии страха на них, сохранив от покушения на них. И через них сотвори благое церковь твоей. Положи им на мысль издавать добрые законы и дать достойную жизнь подчиненным, дабы было еще уделять нуждающимся. Господи, пошли добрых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Коснись сердца правителей Владимора, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена, Базуна, Султана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи насынить это мирное время. И приготовь земли к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за эту прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты наши, дарованные тобой. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Прославляю тебя за все, что будет. Сохрани нас здесь вселение наше от пожара, от воров, от исчистой силы живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Дайвера, братья его, Людмилы, Любовь, Владимира, Иосифа, Алексея. Прищи добрые жители, детьми, знающих тебя. И сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Песчаной, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Мину, Алексею, Рашиду, Дело в общем. Только ты знаешь, Господи, еще сердце готово принять истинное благовестие. Господи, посети врагов наших. Коснись их сердец, умягчи их. Не дай им погибнуть в ожесточении, в этой дьявольской лжи. Александра, Александр, Евгения, Виктора, Сергея, и все знаешь. И в судный день не помяни их безумия. Благослови благодетелей наших. Елена, Людмила, Елена, Елена, Татьяна, Александра, Евгения, Наталья, Надежда, Елена Статана. Господи, Боже наш, посети болящих, дай силу перенести страдания. Укрепи их терпение и поши в исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Благослови, Владимира, Игоря. Надежда, Татьяну, Татьяну, Татьяну. Смотри, у нас, спасибо. Александра, Анну, Валентина, Валентина, Валентина. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Ибо все свое время окажется на поле. И это наше сокровище в интернете. И книги здесь и пути сохранят повреждения. И трудящиеся будут стали Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Андрея Валентина, Дмитрия, Вячеслава. Всех вы знаете, Господи. Найди все наше родство. Игорь Негодяев, Игоря, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона и Леонти. Аллилуйя, путешествующий, Благослови, Раиса, Влад, Виктора, Виталия и Романа, Господи, помилуй, изгони из него духа лжи, он прям со стороны, не дай ему погибнуть, божесточей его. Благослови Никиту, Виталию, даруй духовное рождение, дабы жить для Тебя во всем. Будь милостив к нам, Владыка, и то, что ты даровал нам, помоги сохранить. Благослови Максима, укрепи его и сохрани, исполни благодатными дарами, смелостью и труды его сохрани, и отступников найди Николая, Михаила, Александра, Юлия, и возврати их на путь спасения в Святую Православную Церковь. Я отпьян в своей главе Павла, Михаила, Андрея, Владимирова, Александра и Игоря. Слава тебе, Боже наш, за это место, где мы можем склоняться перед Тобой. Защити, дабы чуждо не могли и приблизиться к нему. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и только ты знаешь, что ожидает нас. Слава тебе, Боже наш, слава. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава, и Валилуя. Слава Вышнюю Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Господи, благослови Александра, Александра, Сергея, Сергея, Сергея. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал веру в Тебя, страх пред Тобой. О, сохрани это, Господи, до последнего издыхания, и благодарю за день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноне церкви, как на истину. Слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, воздай милостивы всем, кто помогал нам в путешествии, Павла, Зинаирова, Владимира, Валентина, Екатерина, Надежда, Дмитрия, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном, добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу мою по мытарству, и введи она в веки в вечное царство Христа Бога нашего, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Иоанн Креститель, предтеща Христов, моли Бога о нас, Святитель Христов Никола, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание и одежда, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном, было бы еще уделять нуждающимся, Аллилуйя! И не страшися старей начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, Аллилуйя! Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божьи, Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Езра, Неемия, Амос, Наум, Исаия и Иеремия, Варуха, Зеки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрас и пророк Михея, Авраам и Сафия. Да исполнить Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными Илее добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, сарафимы, сенебесные силы, престолы Божьей и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, ангелисты, Максы и Марка, Павел и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем, есть жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатия Богоносец, Поликарус Мирс, Мистин Килосов, Космай и Дамиян, Андрей Стартилат и Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский, Георгий Победоносец, Пантелеим и 40 святых мучеников, Царь Николая, Святое Царское Семейство, Владимир, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на счертание зверя, Анфима, Гениамину, дай веру, Саши родители за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затоносов, Афанасий Великий, Прим Сирин, Антоний, Макарин, Макарин, Антоний, Пеодусик, Армирий, Сергий Радонский, Степан Перцы, Серафим, Царовский, Иоанн Тобольский, Иоанн Христовский, Иоанн Шатсаси, Кирилл и Неподий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Пиларет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь святой православной вере, а заморец и еретиков, разрушившись, мечтой превратили. Молите Бога о нас, петли, жены и девы, теплой первомученице, Патина Семарина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матя Сапия, Наталья Абриан, Барбара Екатерина Перепетова, Татьяна Ирина, Ольга Веномина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акилла, Андроника Юния, Киприяна Устина. Да даром Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани, Господи, всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь непокорилась Галина Семейства и Евгения Надежда, Надежда Степана, Мария Египетская, Людмила, Иоанна. И прими нашу молитву, Господи, воздяне рук, как жертву вечернее благоухание, приятное перед престолом благодати твоей, Господи. Мы просим, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле, любящий наш Отец Небесный. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и даст слышит раб твой. Господи, Владыка, слушай и даст слышит раб твой. Аминь. Господи, Владыка живота мою, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение. Я же не услышать и брата моего, якоб благословен вести во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Господи, очисти беззакония мои. Господи, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в алле и в ночи, и во все дни жизни нашей. Благодарю Тебя, Господи, за это утро, за эту возможность преподать к Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Будь милостив ко мне грешным. Слава слову Твою имя и дела, вины непостижимы великие. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, сребролюбия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даром не рабу Твоему, ей, Господи, Царю. Даром изретье мое прегрешение, и не осудать брата моего, якоблагословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Еще сказать. Доброе утро. Доброе. У нас не прибавилось тут. Я вчера никому даже не сообщил о тех утренних наших молитвах. Целый день занят был то, что уже три или четвертый материал выставил Максим Степаненко. Там ответы приходилось давать, насчитывать. Что-то выставили целиком, но не так, как хотел. Там все скрыто. Изображения нет, а просто темный экран. Так интересно. У меня много на экране всего. И сейчас во время молитвы мелькнуло. Все в кучу опять сгребло тут. Столько времени расставляю, а у меня там просто убирать никак нельзя. Я все ими занимаюсь. Все сгрудило. Вот что-то же это есть такое. Мы говорим о молитве. Вот все ради молитвы. Интересный момент. Такие, кажется, мелочи. Но они указаны в Священном Писании. Когда пойдешь за стан, то есть не по-индийски, где захватил, а там и присел. Не на дороге. За стан. То возьми с собой лопатку. То есть небольшая лопатка, маленькая саперная лопатка. И зарой испражнения твои. Ну это понятно. Туалетов не было. Они передвигаются все время. Сколько же там ямок-то нарывали. Лечь идет о трех, о пяти миллионах людей-то было. И причина какая? Потому что посреди вас ходит Господь. Вот. Это самое наиважное, что среди нас ходит Господь. И мы то не можем делать, и другое не можем. А главное, это испражнения идут изо рта. Вот так. Господь говорит, что пища-то что? Сел их съел. Не то, чтобы их человек принимает. Он съел и вышло все как эстафедроном. А вот то, что из уст сходит, из уст. Вот это Господь высветил, назвал целый ряд грехов, которые выходят. И превозношения, и оскорбления, и все. А в это-то как зарыть? Закрыть уста и молчать. А что такое язык? Язык – это лопата. Лопата, которая выбрасывает изо рта, из отверстия, то, что уже там не вмещается. А как так? Ну так написано. От избытка сердца, говорят, избыток. Оно не вмещается уже. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. А злой – злое. Вот сколько таких всяких рассказов на эту тему. Надо говорить и думать. За всякое праздное слово придется отвечать на суде Божьем. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Верующие ругаются. И Господь предупредил, что одно слово означает, которое можно все погубить. Если скажешь на брата твоего, там рака, там пустой, ой, повинен гиене, суду, а все – ничего. А что, трудно молчать? Трудно очень даже. Ибо всякое естество зверей и птиц укращено человеком, пишет Яков. А язык укоротить никто не может. Никто? Значит, все закончилось на этом толковании. Это и я там. Это, в первую очередь, я там. Как отвечать? Ведь это не перед человеком, что можно скрыть и умолчать. Вот мой голос, он во всем интернете. Ну, представьте, 50 книг насчитано. Я выставляю материал, которые в 80-е годы были насчитаны. Помогли люди тут. Сделали, разбили по полчаса, и они легче считаются. Полностью Златоус и другой. Где-то, а сколько у меня не опубликовано. Вот отца Глеба Якунина, исповедник, он столько пострадал. И все, что о нем есть, где печатается. А у меня где-то 16 часов интервью я беру у него. 16 часов. Не опубликовано. С отцом Дмитрием Дудко сколько было. А это был самый известный проповедник в советское время. А потом уже, когда его затерли, свои же опять, свои пожирают. Не только власти. Александр Мень. Ну, у него там остались друзья. Специально там чуть ли не музей, не знаю, библиотека его. И кто-то увидал нашу беседу с ним. Но они собрали все, что он где говорил. Ну, раз им занимаются. И вдруг попала наша беседа. Там такие отзывы пошли. Вот два совершенно разных человека. И вот как на одни и те же вопросы, которые я задаю, он отвечает. Такая свободная, непринужденная беседа. Ну, совсем неделю назад, или, может, две, Сергей Евтушенко помог мне это оформить. И как она, как в виде книги, кто говорит, с фотографией. Ну, настолько хорошо сделано. Прям. А сейчас вот у меня приготовлено. Это отца Геннадия Фаста. Там еще будут, если он будет готовить. Материалы у меня есть. Тоже выставлю. Вот отдельно. Что отец Геннадий Фаст говорил? Вот когда... А внизу я вставляю аудио. Там, Александр Мень, то, что напечатано, внизу вставил где-то. Что это? Для молитвы. Помолиться я о нем. Погиб внезапно. Погиб вот он точно так же, как Троцкий. Который, которому заслал Сталин испанца. И который зарубил его ледорубом. А это вот опором. Может быть, как Павел Адельгеем. Может быть, он мученик прекрасный перед Богом. Не знаем. Но что говорить? Там все сказано в нашей беседе. И вот с женой не гладится. Ну а что сделаешь? Ну мы договорились, что среди нас ходит Господь. И чистоты не должно быть. Ходит Господь. Не санэпидезистанция, не Роспотребнадзор, а Господь. И вот ко мне некоторые привязываются там обвинить, что вы все равно не исполняете. Когда мы вернулись. А мне интересно, а где мы не исполняем? Так скажи, мы будем исполнять. А вот вы в путешествии были. Ну да. А вот ходить, когда пойдете, нужно лопатку брать. Вы же не брали с собой. Я говорю, наоборот. Она у нас защихленная была. Сделали так. Сергей Пупков. Я копаю. Делаю как туалет для всех один. Приезжаем только. Я сразу делаю. А Сергей Пупков. Зарывать будет. Пласты заложат. И ничего не видно будет ровно. Вот как раз было. Так что с собой? Сфотографирован. Я стою с лопаткой. Промазали они. Вот. Интересно, как вот привязывается, когда. Найти надо, где мы нарушаем каноны. Я говорю, из 719 правил сегодня в церкви ежедневно, целенаправленно нарушается 413 правил. То есть 57 процентов. А вы тоже нарушаете. Скажи, где два священника пришли. Оба Андрея. А то там, где Володя жил. Ну, а вот написано, с евреями не мыться в бане. Так я и не хожу вообще в баню. Как? Совсем нет. А как? Ну, дома, ванна. Не у меня. Мы к сестре ходим, Татьяне. Ну, тогда дальше. А с евреями нельзя быть в корчме. Я говорю, я не захожу в корчму никогда. А как же, если вот есть? Ну, как мы купили батон с батюшкой. Зашли в... Ну, там называется как сад или как... Ну, и снег. Мы сели на скамейку. В снег макнем его и со снегом жуем. Никто не простыл. А зачем я пойду в корчму? Там всякие обедки. Все сливают вместе, подают, и ты будешь есть. Ты же не знаешь, что они там заправляют. Однажды газету «Гудок» железнодорожная напечатала. Проверили где-то они там 85 примерно ресторанов дороги. И только в одном не было нарушения. А почему? Был закрыт. Заболела директор. Один. Закрытый. А там все, что угодно. Пища негодная, которая недоеденная, все вместе сливают и все скармливают. Неверующие. А если бы среди нас ходит Господь, этого бы не было. С женой не ладится что-то. Итак, обращайтесь благоразумно, дабы не было препятствия в молитвах. Не потому, что она тебя к себе не допустит или еще что-то там будет, а препятствия в молитвах. Ну, кто сегодня ради этого будет воздерживаться, если жена дерзкая, мешает. И ты привык давать ей сдачу, и, может, и правильно. Ну, вот, когда считаешь крейсеру «Сана», то она не газится. Он говорит, вот у такого собака-то. Смотри, она чемпионом города стала. Ну, она говорит, не чемпионом города, а чемпионом страны. Да нет, города. А я говорю, страны. То есть им и собака не нужна, они уже сами как собаки грызутся. Это подробно описано. Я вижу, как она рот раскрывает. Прям так бы взял пепельность, расшиб ей башку-то. Чтоб ты сдохла, закрещал я ей. А она смотрит на меня, как я ем. Ей кажется, я чавкаю тут. Ну, вместе живем. Щавкаешь, не щавкаешь. Поскажи, ешь с закрытыми губами. Вот у меня дети в лагере были. В один день научаются всему. Над тарелкой не склоняйся. За грань стола вертикаль. Проведи ложкой, за нее не наклоняйся. В левой руке кусочек, если ты не левша. Правая ложка. Поднял, на кусочек поставь, и две руки идут синхронно. Ну, это все попутно говорю. А почему? Ибо среди нас Господь. И дети должны это знать. И жена это должна знать. Так она у меня неверующая. О! Несчастный ты человек. Да как же так? Что ж, после обращения к Богу, ничего более важного нет, как правильно жениться. Замуж выйти. Один мне друг из баптистов говорит. Ну, видишь, жена противоречит. А она хорошая, но... Противоречит иногда. Говорит. Я говорю, а что ты искал в жене-то? Ну что, красивая, чтобы была умная. Ну, это я, говорит, переборщил. Она умнее меня везде. Все время подправляет. Мне это не нравится. Надо было искать послушание. А почему? Среди нас ходит Господь. С молитвой надо было пойти. Я вот, когда рассказываю, когда пришло время мне иметь друга рядом... Намещен был, как бы, другой вариант. А это узнали наши старцы. Друзья мои собрались и говорят, не так. А ты обрати внимание вот на эту. Вот. Ну и вот так. Я когда говорю, я что-то вроде обижаю, что не по любви. Ну как, по любви, конечно. Но это было. Я прислушался и не ошибся. Не ошибся. Никакие другие варианты, даже не предполагая. Почему? Главное, что в ней есть, это молитва. Любовить никогда не надо. Она всегда встанет. Вовремя и молитва. Вот бывает, иногда я рассказываю, уже не один раз говорил, что-то начну, а она свое. Противоречит. Я за столом тороплюсь скорее, поесть надо на работу. Но она противоречит. Я что могу сделать? Ложкой по лбу ее. Как рассказывает, я попутно говорю. Дед ел, ел, сидят, едят. А уже лет под восемьдесят. Он ложку облизал у бабки, как по лбу брякнул. Она, Василий, за что? Эх, матрена. Как вспомнишь, что ты не девушка была, когда женился. Сердце кровью обливается. Позади шестьдесят лет совместной жизни. Вот как надо беречься ламудрие. И здесь у меня что-то не так. Я на молитву гляну, она стоит рядом. Молится за стол. Она знает, рот закрыт у меня. Когда я ем, то глухо не ем. Она в это время старается свои идеи там навязать. Там пирожки там торговать. Есть нечего было тогда на базар и что-то. Опять возражение, не согласие. Я на молитву положил ложку. Она опять на молитве рядом стоит. А уже третий раз я ушел без еды. А ей переживаний-то сколько? Почему? Все для молитвы. Для связи с Богом. Ты мне друг, ты брат, ты жена. Но самый главный друг Господь, Христос. И ради Него я это все делаю. Ради Него! А тогда все остальное уже позади. Кто любит отца или мать? Жену детей больше, чем меня. Не достоин меня. Напрасно-то это. Господь сказал, все. Вот жил я на квартире у одной Захарова у Литы Григорьевна. И она рассказывала, говорит, мой отец Григорьев всегда считал Библию. Говорю, Библию считал? Да. Да может не Библию. Нет Библию. Даже удивился православный, считал Библию. И он говорил всегда нам, что Бога надо любить больше, чем жену и детей. Мы соглашались. Но соглашались, мы не знали, что это на нашей жизни будет. Они были где-то в Болгарии. И там, сейчас я могу ошибиться, Румыния или Болгария где-то. И они там на паром садились, а переплыть уже в Россию-то. И в это время, говорит, какой-то старичок прямо на паром зашел и подошел к нашему отцу. А мы видим, подошел. Ну, подошел да и подошел. А ребятишек-то там шестеро. Мать наша, говорит, сидит рядом, подошел и говорит, Григорий, пора. Отец встал, поклонился и говорит, простите, я ухожу навсегда. Как уходишь? Да мы же едем на новое место, у нас еще нету. Моими телесами живы не будете. Слава Иисусу Христу! Благодарю с Богом! Сестра проверяет меня. Жена в рыдании, а он никаких узлы, баула называется, перешагнул и пошел дальше. «Гриша, да куда ж ты пошел? Да я что с ребятишками-то буду делать-то?» Господь прокормит. У вас будет даже лучше, чем у других. И она это запомнила, но она девчонка была. И самой уже под 70 лет, вот поедет в Киево-Пещерскую лавру, это у Литы Григорьевны-то. И везде спрашивает, а был ли у вас такой старец Григорий? Нигде она... Уже может живого нету, но узнать, куда он ушел. И вот она рассказывает, какие чудеса были. Ну едут, где-то кто-то дал телегу. А телега бывает такая, она как, лежит как в ней, ну, расширяется вот так, трапеция. Тут сидеть можно, а там повыше, побольше наложить-то. Ну едем, говорит. Дождь прошел, сильный такой дождь. Канава, глядим, в канаве трава вот так шевелится из стороны в сторону-то. Мы подошли, а сухо, рядом ни болот, ни озер, ничего нету. Но дождь прошел сильный-то. И в канаве рыба, рыба, рыба большая. Мы, говорит, давай, ну прям голыми руками. Вода-то отошла, она лежит в траве. Мы, говорит, полную телегу наложили рыбы. А почему? Это бывает вихрь, бывает в озере где-то засыпляет, несет в воздухе, а потом он пускает. Я потом считал. Как мы Бога благодарили. А другой раз, говорит, так, что-то убрали они там. Хлеб. Еще единоречная жизнь была. НЭПа-то, Ленинский-то. Ну и все сдать надо. Ну, говорит, что? Куда спрятать? Люди в землю закапывают. А мы никуда. Мы тут оставили. И мякиной соломой прикрыли, и все. И когда комиссия пришла, искать стали. Мимо проходят этой нашей кучей пшеницы-то. Они видят. И так мы все, говорит, воспитались, вышли. Вот что значит ради молитвы. Он молился, считал Библию Григорий. Наконец, время наступило, встал и пошел. Ну, многие ли так сделали? Да и даже одобрить, кажется, нельзя. Как так? Как твоя жена и дети, Гангский собор там запрещает это делать? Ради благочестия, оставлять жену одно правило, оставлять детей другое. Он сразу нарушил два правила. Ну, может быть, он не знал. Ну, я не знаю, но все, что в нашей жизни бывает. Ну, а как? Рассорились, да пошел он. Нет, не так. Если ты придешь молиться к жертвеннику, жертва – это жертва уст. Уста наши жертву приносят хвалу. И вспомнишь, на тебя имеет не ты, а другой на тебя имеет. И ты еще не просил прощения. Положи жертву, то есть оставь свой молитвенник, Библию и иди примирись. Ради молитвы примирись. Ради молитвы должен был Гитлер стоять на коленях. Сталин должен стоять на коленях. Что интересно, в семинаре учился Сталин, и Гитлер хотел стать священником. В приходской школе был. Вот тоже чудо. Но молитвы не было, и поэтому все то, что было, то и было. И мы собрались ради молитвы. У меня времени нет, не успеваю. Но вы друзьям, близким сообщите подробно, как выйти на Сергея Павловича, чтобы он принял. В какое время там, сейчас по Москве. Ну, ничего не трогано, чтобы людей оповестить, многие не знают. Вот сегодня я начал говорить о молитве, видишь, как я все как бы отклоняюсь. Но все это о молитве речь идет. Молитесь за Максима Степаненко. Мы вчера тут с ним переписывались, маленько совсем. Я сказал, я думаю, начитывать ваше выступление. Благословите, он благословил. И ему грозит очень-очень тяжкий крест. Если, потому что самая страшная мафия, это церковная мафия, писала комсомольская правда. МПшная. Ни перед чем не останавливаются. Патриоты. Он ради Бога режет. Он статью-то какую написал, почему пожирают друг друга православные. Очень сильный материал. Вчера я его насчитал. Ну, там не видно, мне не понравилось. Решил переначитывать, а уже не тот. У меня четыре причины, что я не тот. Зубов нет, шипи-лявлю. Плохо слышу, диктор должен слышать свой голос. С легкими не ладно. Это бронхи у меня еще в тюрьме полетели. И глаза плохо видят. Вот сколько причин. Только через лупу. И все равно я насчитал. Первую часть сегодня выставил. Ну, а той части, когда, наверное, Сергей Пупков начал записывать. Это уже с 56 страницы у меня. И вот. Ну, я так, размером 20, 100, 100. И получается столько-то страниц. Второй сегодня насчитаю. И третий подставлю то, который был. Щитец никудышный. Никак. А потом там другие, которые были материалы. Все это касалось вот о Головине, отца Владимира и так далее. Приближается встреча с Алексеем. Как он надумал, нас пытается свести с шахматовым. Какие вопросы ему накидают. Я же ничего не знаю. А я должен отвечать мгновенно. И чтобы Бог умудрил их задать вопросы. А через меня Господь сам ему ответил. Ну, на сегодня, я думаю, послесловия хватит. Отхожу. Кто оставался здесь? Янис. Так, Янис. Еще. Вячеслав. Сергей Евтушенко. Молодец. Сергей. Там, который я накидал, Сергей Евтушенко, говорю. Вот. Там, посмотрите. Вот. Что там можно поставить. Вот. С Геннадием Фастом я завтра, наверное, выставлю. Прекрасно делает. Просто загляденье. Ну, и другие какие. Отдельно еще я материалы некоторые сброшу. Вот таким образом сделать. Я сейчас противосектантское делаю более приемлемое. Легко, чтобы считать было. Это серьезный материал. Тоже отдельно надо роликом выпустить. Чтобы не искали по книгам. Второй тон там. А я здесь сделаю так. Заголовки жирным, красным, большим шрифтом. Ну, и отделяю по пунктам. Там-то в книгах. Потому что в книге я пространство экономил. Потому что это страницы, деньги. А тут-то в интернете-то я их разделяю. Стих от стиха. Ну, вот так. Ну, и все, наверное. С Богом. С Богом. Благословите. Аллилуйя. Храни вас Господь, дорогие мои. Но... Проси Христос, Игорь Михайлович. Проси Христос, Бог. С Богом. Есть, говорят, у меня враги. Есть и друзья. Значит, я живой. Все. Отхожу. Отключаю. 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 Отключаю.